Принесли радостную весть, которую нам Господь сообщил из этой святой книги, что на землю сошел Христос и умер за грехи людей и зовет всех к покаянию. Воскрес для нашего оправдания. А что в этой книге сказано? В этой книге сказано, первая книга, «Бытие, как Бог сотворил мир, как история развивалась до Христа, ожидали Мессию, и Он сошел». А вторая, вторая часть, две части, Ветхий Новый Завет. Новый Завет 27 книг, а в Ветхом 50. Вот в этом переплете 77 книг. А вы Новый Завет читали или Старый? Я не только читал, я живу этим, и Ветхий, и Старый. Ну и к какому Вы Завету больше склоняетесь, к Новому или к Старому? Да склоняться зачем? Новый Завет написан для нас, а Ветхий Завет объясняет, почему нужны жертвы, почему Иисусу... А Новый Завет переписан? Все переписывается, вот эта книга... Александром Вторым Новый Завет переписали. Так, подождите, какой Александр Второй? Царь? Да. А как переписали они его? Ну, было назначено, чтобы переписать его... Чтобы по-другому или отпечатать? Просто отпечатать то же самое или что-то написать другое? Печатать раньше не было в печатной машинке. Правильно. Гутенберг изобрел в Германии, а потом уже Иван Федоров в России. Его переписали, поэтому в Библии есть два Завета. А Иса с каким Заветом спустился к нам? Такого нету нигде у нас. Мы верим в победу. Иса, вот смотрите, вы говорите, вы живете. Иса родился. А вы откуда про него узнали? Я читал. А где читали? И в Библии, и в Куране. В Куране. А в Библии написано, как он пришел? В Библии? Да. Написано. Так, что написано и где? Давайте поговорим. Ну, Марьям родила. Правильно. А кто он такой? Кто? А отец у него кто? У кого? Ну, и у Иисуса. У Иисуса нет отца? А как он родился? Всевышний вздохнул в плоть. Вот так. А с какой целью он пришел на землю? Какая цель у него? Пророчеством заниматься. Пророчеством? Да, пророчество... И он с колыбели начал пророчество говорить. Нет, нет этого, нету, нету. И на Марьям говорили, что она была нехорошей распутной из-за того, что родила, неважно от кого там, типа того что-то было. А вы книгу... Он с колыбели начал разговаривать с людьми о пророчестве. Вы эту книгу читали? Да. Ну вот я вам сейчас скажу. Запишите себе сура пятая. Сура. Ну, сура пятая. Вы запишите себе, вы запомните. Сорок седьмой аят. Шестьдесят шестой и шестьдесят восьмой. Прочитайте, что там написано про нас? Прочитаю. Ну, так я вам скажу, что написано. Там написано, мы называемся в этой книге люди, люди Писания. Люди, у которых Писание. И потом это многократно повторяется. Нас называют люди Писания. А в то время Писания никакого не было. Только одна Библия была на земле. Да. А там написано... Другое Писание. Мы сейчас говорим про Иисус. Я про это и говорю. Там написано, и у них, мы христиане, им дан инжил. Инжил это Евангелие. И говорят, поступайте по нему, как вам Господь Бог дал. В вашей книге написано. Отец, я сейчас не говорю про Библию и Куран. Я говорю про Иисус. Я про него и говорю. Он когда начал пророчеством своим заниматься? 30 лет. Когда 30 лет исполнилось, он вышел. У них закон был. Раньше 30 лет не разрешалось выходить на проповедь. А в 30 лет он вышел? В 30 вышел. Три с половиной года проповедовал. И потом его распяли. А на третий день он воскрес. И вознесся на небо. И придет опять судить этот мир. А почему вы ходите в церковь, поклоняйтесь истуканам? Каким? А в церкви вот много святых. Святые истуканы? Ты, мужик, что-то путаешь. Нет. Нет. Вот смотрите. Кого вы считаете святыми? Святыми кто может быть святой? Святой тот, которых Иисус искупил, омыл кровью своею. Вот святые. Его избранные. Святой только Создатель нас. Да. Господь и Бог. Имя Ему Иегова. Господь и Бог. Да. Имя Ему Иегова. Когда явился Моисеев, Моисеев говорит, как тебе имя? Он говорит, сущий Иегова. Моисей когда явился? Вы появились на свет своей веры на 600 лет позже. Нет, 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 нет. Я про Моисея говорю. Я про Моисея. У вас он называется Муса. Муса. Ну? Ну. Моисеев первые пять книг. Бытие, исход, левит, чисто второзаконие. Пять книг. Ну? Ну и там предсказано пророчество о Христе, что он придет. 18 глава, 15 стих. Муса придет. Придет Иисус Христос. А это Моисеев закон. Это Моисей написал. Ну? Но Моисей до Христа что написал? Он написал пять книг. Называется Тора. У вас она по-другому называется. Называется Таурат. Таурат. А Муса за кем пошел, чтобы пророчествовать? Затем пошел? Кто прошел? Иисус? Муса. Муса за кем пошел, чтобы пророчествовать? Да он вывел народ из плена из египетского. Он не пророчествовал. Он говорил, отпусти народ на поклонение. А он сопротивлялся. И Бог послал десять казней. А кто самый первый со Всевышним заговорил? Первый со Всевышним открыто заговорил Адам в раю. Он разговаривал с Богом. Ну, это понятно. Бытие первая глава. Да. Это он, да. А из людей его кто видел? Бога никто никогда не видел, увидеть не может написано. Нет, нет. Разговаривал кто с ним? С кем? С Богом? Да. Адам разговаривал с Богом. А потом его два сына, Каин и Авель, приносили жертву. Авель принес из ягнят, заколол. А тот решил полевые продукты. От него Бог не принял. И Каин убил Авеля. По Писанию кто с ним заговорил? Я еще, я и говорю вам, кто заговорил. Адам разговаривал с Богом, ходил в раю. До согрешения. Да. А потом его Бог изгнал оттуда и поставил Херувима в ворот. Вращающийся, чтобы он не прошел. Ну а вы верите, ад есть? Есть ад. Вечное мучение гиенское. Об этом говорится Матфея 25 глава. Об этом говорит вся Библия. Об этом говорит апокалипсис 20 глава. И дьявол будет связан и брошен в озеро огненное, где плащ искрежет зубов. Туда пойдут все грешники, которые не верили во Христа. Во Христа или во Всевышнего? Написано в Евангелии от Иоанна 3 глава 36 стих. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Не верующий в Сына Божий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Кто не верит в Сына, у него нет и Отца. Так написано в Евангелии. А почему сказано в Евангелии и везде сказано, что Бог не имеет детей? Не родил Он и не был рожден. Понимаете как? Вы Евангелие не считали, выходит? Я родил тебя прежде всех век. Но это рождение не человеческое. Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Это три, но это единое. Бог в трех лицах. Это не поддается человеческому разумению. И Бог, второе лицо Троицы, сошел на землю, через Деву Марию, Марьям родился. И умер, и вознесся на небо. Марьям родила Иису. А? Марьям родила Иису. Да. Так, минутку. Тихо. Так, говорите. Я говорю, Марьям родила Иису. Да. Ну. Да. Ну, Иису никто не зачал. Марьям родила Иису. Правильно, правильно. Она преснодева Мария. У нас вчера праздник был, введение во храм Богородицы преснодевы Марии. Вчера. Ее четырехлетнюю. То не день, то праздник. И ее, да. Ее в четырехлетнем возрасте привели в храм отдали. И она там воспитывалась. Да. При храме. Но она родила Иису, и Иса начал пророчествовать. Вот иногда осуждают мусульман за то, что рано замуж выдают. А Богородица родила Христа, когда ей было неполных 15 лет. Вот. Так что мусульмане тут правы. А Иса был вот такой вопрос. Так. Слышите меня? Слушай, слыши, говорите. Иса был обрезной или нет? Обрезанный был в восьмой день. По закону Моисееву. А почему христиане все не обрезаны? А потому что в Новом Завете это заменено крещением. Это посылание к Колоссянам, 2 глава, 11 стих. Мы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, будущей крещеной во имя Иисуса Христа. А обрезание-то что оно означает? Для чего оно обрезание? А обрезание для чего? Что оно означает? Вы молитесь на Христа, а не на Всевышнего. Как же не на Всевышнего? У нас Отче наш, Отче наш, Сущий на небесах. Да и на небеси, да святится имя Твое. Да, это к Богу Отцу. Это молитва к Богу Отцу. Я это знаю. Да хочешь, говоришь, не молятся. Зачем мне правду говоришь? Почему не правду говорю? Вы целуете крест? Да. Это жертвенник. Отчлите кто? Это жертвенник, пропитанный кровью его. В описании-то, если знаете, написано в 30 главе Исход. Жертвенник, его освящают 7 дней, и кто к нему прикоснется, освятится. Так это жертвенник из камней, на котором кровь ягнят. А это жертвенник крест, на нем кровь Агнца Божия. А это в Новом Завете так сказано? Так и сказано. Но в Новом Завете. Я вам говорю и про Новый Завет, что в Новом Завете, вот в Ветхом было запрет пищи, свинину нельзя, там конину. В Новом Завете написано, всякое творение Божие хорошо. А кто по-другому учит, это учение бесовское. Но? Послание к Тимофею. Поэтому христиане и начали сразу и свинину кушать, и все остальное. Ну вот мы не едим никакого мяса, ни свинины, ни корови, никакого нет у нас. Мы не едим, никакого алкоголя в рот не берем. Это хорошо. И Всевышний запрещает. Нет, не запрещает. В Новом Завете открыто. Христиане по всему миру. Китайцы едят змей. Французы едят лягушек. Лишь бы Бога благодарил и славил Бога. Это творение Божие. Отец, я в Новый Завет не верю. Ну и что не веришь, значит? Там написано так. Послание Галатам, 1 глава, 8-9 стих. В Новый Завет он переписан? Переписан. Он все переписывалось, но ни одна буква не потеряна. Слушай внимательно. Написано, если придет ангел с неба, или мы апостолы, и будут говорить не то, что написано в Новом Завете, а нафи моему проклятие. А на книгу, на Новый Завет, как раз и указывает ваша пятая глава, пятая сура, что мы люди Писания. Мы Писания смотрим. Я вашу книгу не трогаю, я просто знаю. Говорят, у нас все одинаково. У меня книга 38 томов вышла. И одна посвящена вот этой книге. Я ее разбираю всю по сурам и аятам. И что о мусульманах было сказано за 1300 лет. Какие у них дети, или были что. Это очень капитальный труд. И расхождение 5260. Это много. Ну да. Вот у меня вышло из печати 38 томов. И Бог положил мне на сердце подарить библиотеке. И мы из Барнаула, я в Барнауле. Мы проехали с книгами до Владивостока. Порт Находка. Потом отсюда забросили книги, границы. Дошли до Атлантического океана. Лиссабон, Португалия. Прошли Скандинавию, Прибалтику, Турцию, север. 650 остановок. И я везде выступал. И дарили книги. Один комплект 750 евро. Мы сделали подарок в библиотеке на 35 миллионов рублей. И встречались с мусульманами. Книги мои в Чечне. То есть в мусульманских странах библиотеки мои книги. А в Азербайджане были, в Баку. Мы ночевали в доме у Муллы. У нас очень хорошее отношение с ними. Это очень грамотные люди. Мулла разговаривает на шести языках. А жена у него на четырех. Я таких в православии не встречал даже. Я сам на разных языках мог разговаривать. Но таких знаний у меня нет. И мы молились вместе. В мечеть ходили. А потом пошли в храм. У нас в Барнауле очень хорошее отношение со всеми. У нас вражды нет. Мы как родные братья живем здесь. А у мусульман тоже вражды нет. Да и дай Бог, чтобы не было никогда. А к чему, вот вы мне скажите по-христиански, к чему Бог призывал все время? Он говорил, покайтесь и веруйте в Евангелие, в Инжил. Веруйте в Евангелие, ибо через него вы думаете иметь жизнь вечную. Это Матфея об этом говорит, 5 глава, 39 стих Иоанна. Исследуйте Писание, ибо через них вы думаете жизнь вечную иметь. И 22 Матфея, 29 стих. Заблуждайтесь, не зная Писания, не силы Божьей. Но вот все 29 стих веруют. Все заблуждаются и не знают Писания. Не знаю, да, 29 стих, 22 главы Матфея. Говорит, а сам не знает, что говорит. Я вот с мусульманами говорю, вот такая-то сура, аят, они не знают. Я говорю, скажи, ты почему не считаешь? Зато книга большая. Ваша книга меньше нашей в 5,6 раза. Ваш Коран меньше Нового Завета в 1,16. И чтобы ваш Коран просчитать по одному часу в день, требуется 16,5 дней. Вы этого не знаете, мусульмане. А я над ним три года провел. Нет, я это знаю. И Библия тяжело читается, я это тоже знаю. Легко читается. У меня вопросы. Знаете, вопросы я вам поставлю. Я говорю, скажите, пожалуйста, уважаемые, большое собрание, мулы и мамы сидят, и мне дали слово. Я вот хочу узнать, какой процент девственности у вас соблюдается до брачной ночи? Они меня не поняли. Как какой? Так она обязана сохранить себя. Я говорю, ну а, так все сто процентов. Я говорю, у нас в седьмом классе уже на вторую букву алфа это можно называть. Вы умеете хранить женщин? Вы пример. А вот у нас церковь, я православный, у нас женщины все одеваются два платка, как хиджаб. И платья до полу. У нас ни одного аборта нету. Ни одного развода нету. Поэтому у нас с мусульманами очень близкие отношения. У меня еще дед, мой дед по матери, материн отец. Они жили тут. И через них проезжали мусульмане все время. Еще они ездили, покупали или что. И их никто не принимал. Басурмане. А мой дед их всех принимал. Кормил и поил. И когда он поехал, и попал на их аул. Они его с телеги стащили. И на руках несли по аулу и кричали, это тот, кто нас всегда принимал. Они очень благодарные люди. Видите как? И у меня, видимо, это от деда еще есть. Меня мусульманин называют, шахидом. И как угодно. Вот поехали, когда нам говорили, в Чечню не ездите. Только головы режут. А мы приехали, нас как родных братьев приняли. Я получил благодарность от Рамзана Ахматовича Кадырова. Я его считаю лучшим главой администрации на всю Российскую Федерацию. Он герой. Настоящий герой. Все, иншаллах, герои. Кто в пророчество верит. Я вам говорю то, что как мы ездили, как у нас были дела. Нам говорили, пугали. А получилось все наоборот. Вот если мы выезжаем, у нас положено... Вот я мусульман спрашиваю, что самое ценное у вас? Но они не знают. Я говорю, намаз. Пятикратный намаз. Это самое ценное. А у нас семикратный. До утра в вечер, у нас девять раз. И после молитвы сто поклонов. И когда мы молимся, из города выезжаем. А рядом бывает на дороге, работает там с юга. Мусульмане. Я на сто процентов знаю. Они нас в обиду не дадут. Они любят, когда люди молятся. Они знают, что я никакого зла не сделаю. А вы сами молитесь? Мы стоим в 4.40 всегда, чтобы утром совершить утреннее моление. Утренний намаз. Вот я на пенсии, мне 81 год. Я должен в день не меньше семи раз помолиться. Помолиться. Да еще утреннее в вечернее. Получается 9 раз. У нас девятикратный намаз. У нас 5 ракетов. Я знаю. И в этом мы пример ставим вас. Я говорю, а как ты сохранишь? У тебя сестренка такая. Да никак. И вот показывает в интернете. Я видел. Мальчишка такой. Ну ему лет 15. И журналист его спрашивает. Скажи. А вот где отец у тебя? Он говорит, он шахид был. Он умер. Он пошел к Аллаху. А кем ты хочешь быть? Шахидом. Но твоя мать одна живет? Одна. Но если она будет чужих мужей принимать? Он поставил маленько. Зарежу. У тебя сестренка 12 лет. А если она с парнем будет? Он поставил. Зарежу. Я против. Зарежу. Но какой боец. Он борется. Понимаете? Это потрясает. Это пример дает. Как надо жизнь отдать, чтобы сохранить девственность. А не просто так. У нас разводов в России 86,5%. Ужас. А Надежда Константиновна Крупская говорила, жена Ленина. 17% национальная катастрофа. Страна разваливается. За время перестройки в Российской Федерации сделано, запомните, 120 миллионов абортов. Страну проглотили в шреве и в вагине женской. У мусульман в среднем в семье 8,1 ребенка. У русских 1,8. Поэтому, наверное, идет, как сказано по Писанию, день судный. Но вот придет, когда антихрист, мусульмане его сразу примут. Потому что все сходится. А православные некоторые будут сопротивляться. Антихрист, вы знаете, про него говорится, что он сядет в Иерусалиме. Будут православные сопротивляться. Да, 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 да. Будут кто-то. Не все. Владимир Соловьев об этом пишет. Я никогда по одной овце все стадо не режу. Правильно, правильно. Потому что везде семья не без уродов. И мусульмане есть нехорошие, и христиане. Знаете, самое главное, это фигура, образ Иисуса Христа. Когда он воскрес, воины, которые стерегли гробницу, прибежали. Первоосвященники еврейские дали денег. Скажите, что украли. То есть это самая страшная ложь была. А сегодня говорят, а он не умер, он не воскрес. Просто вознесся. Это сатана все бьет в одно место. Чтобы Христа не признали за спасителя. А сатана так свел. Вот мусульман меньше он свел. Христиан больше. Вот я могу дать руку на отсечение, что мусульмане больше прочли Куран, чем нежели христиане Библию. Да напрасно. У вас уже руки нет, отсекли ее, считай. У нас идут занятия. Вот здесь я беседую. Допустим, у меня здесь беседы с мусульманами идут. Примерно 2000 мусульман уже я пропустил. Ни один не может просчитать, что написано. Они совсем не знают. А Аллах один и все. Больше ничего не знают. Вот смотрите. Вот это сейчас рулетка. Место разврата. Содом и Гаморра. И мусульмане. Я говорю, скажите, вы зачем здесь? Ну, познакомиться. Какой знакомиться тебе? Что ты обманываешь? А зачем? Я говорю, у тебя дома разрешено четыре жены иметь. Но за каждую платить колым. Ну, правильно. А тут 44 даром голые. И вы, южные жеребцы, пашите на северных кобылах. Они захохотали. Отец. Да, юноша. Все равно, вот какого христианина не спроси. Я не говорю про Барнаул. Я сам в Москве живу. Да. Вот по Москве я говорю. Никто не читал. Неправильно. Он неправда. Неправда. Вы где живете? Храм Христа Спасителя знаете где? Да. А вот на этой стороне метров 200. На другую сторону по мосту. Там видно кресты. Там игумен. Это храм на Берстеневке называется. Это мой друг. Игумен. Отец Кирилл. Вот там занятия идут. Люди. Он кандидат богословских наук. Член Союза Писателей России. Это редкий такой смещенник. У него все одеты по форме. Там как будто мусульмане одни у него. А вот смотрите. А вы слышали, как по-вашему отец Кирилл называется? Патриарх который. Патриарх. Да. Что он говорит? Вы слышали? Много что говорит. Конкретно. Что он говорит? Ну вообще вот про христианство. Я не знаю, что он говорит про христианство. Он говорил. Раньше было колокол ударит. Люди бегут. А сейчас хоть из пушки бей. Никто не идет. У нас там есть в Москве священник Дмитрий Смирнов. Слышал такого? Да. И вот он говорит. Бабушка подходит и говорит. Отец Дмитрий, можно вопрос задать? Он говорит. Такой вопрос задашь, что не ответишь. Я говорю. Давай. И она говорит. Вот я еду, когда автобуса нету, я руку поднимаю. И вот если шофер мусульманин, я доезжаю, деньги даю. Он не берет. Ты мне мать. Ты едешь молиться. Я не могу взять. А если русский едет, обязательно возьмет. Это он говорит. Делая разницу большую. И поэтому, говорит, будущее за мусульманами в этом вопросе. А ты бы взял бабушку. Куда я купил, я там пошел на базар, заплатил за него за квартиру, сумки поднял на этаж. Вот как. Это он говорит, священник в храме. Тут, говорит, другие люди будут жить. А когда с нами встречаются мусульмане, они понимают, мы намного выше и дальше идем. У нас все исполняют то, что говорится. У нас по интернету идет три раза в неделю занятие. Три раза. Я вот преподавал Слово Божие в пяти университетах. Три радиопрограммы религиозные. Тринадцать школ. Пять отделов милиции, городское отделение и краевое. Это 18 лет. Тюрьма у нас 3700 человек. Я сотрудничаю. Иду по камерам. Я в первую очередь помогаю мусульманам. А почему? Я говорю так. Да что-то я вместо бумагу иногда приносим на Пасху даже яйца. Ходатайствую прокурору края. Он у меня друг близкий. А почему? Это другая страна, другие люди. Тут он не герой. Тут 80 человек его размажут. Ему надо выстоять, выйти. Я им даю все, в первую очередь им. Меня за это судят свои. Вы видите, мусульман. Мне не в этом дело. Он человек. А он там делал что-то. Сейчас не в этом. Он страдает. И поэтому надо облегчить его состояние. Весь ответ. А для вас Бог един? Единый Бог. Один. В трех лицах. Бог Отец. Бог Сын. Бог Дух Святой. Но это один Бог. Это тайна великая, непостижимая. Один. Говорится, у него очень много имен. Пятьсот имен. Пятьсот. А ты назови, а Бог единый. Бог единый. А написано разное. Написано. А мир ему до благословения Аллаха будет. Говорил всегда. Поклоняйтесь не мне, а моему отцу. Иисус говорил так. Десятая глава, тридцатый стих Евангелия Теяна. Я и Отец одно. И что интересно. В этой, считаем, когда мы, 171 аят пятой суры. И там написано. И он послал слово. Аллах послал слово. Я не хочу даже говорить. А у нас написано. Евангелие Теяна 1 глава 1 стих. Вначале было слово с большой буквы. И слово было у Бога. И слово было Бог. А кто это? Христос. У Бога был Бог. Иисуса когда гнали, они говорили. Ты человек и делаешь себя равным Богу. То есть все видели, что он Бог. Из-за этого его преследовали. Но он не мог быть Богом. Он Бог. Бог написано. Послание к Тимофею. Павел пишет. Бог явился во плоти. Иисус показал себя ангелом, проповедом в народах, вознесся во славе. Это Новый Завет. Да, Новый Завет. Да. О Ветхом Завете пророк Исаия за 750 лет до рождения Христа, 53 глава говорит. Он изъязвлен был за грехи наши. Мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего легло на него. Ранами его мы исцелились. Там все предсказано ранами. 53 глава пророка Исаии. Отец. Да. Что-то это, интернет у тебя плохой. Ничего, у меня нормальный интернет. А что это? Ну, какой интернет? Я шевелюсь на картинке? Шевелишься. А ты нет. А я нет, потому что у меня стационар. У меня все отдельно процессор, отдельно монитор на стене. Все это закреплено. Вот смотри, я тебе сейчас покажу. У меня, конечно, не такая книга, как у тебя. Но я тоже читаю. Ну, вот у вас и Библия, я вижу как. Это протестанты издали, синодальные. У нее 11 книг нет. И вот это читаю. Подождите. Ну, там у вас все сохраняется. А в этой сектанты отбросили 11 книг не канонические. В ней 66 книг, а в моей 77. А в какую верить, отец? А тоже все одинаково. Только они выбросили, отрезали. Потому что они протестанты. Они не от Христа идут, от начала. А там в 16 веке образовались. А у нас Евангелие от Матфея 16-18 написано. Иисус говорит, создам церковь, и врата они одолеют ее. А они не церковь, а не секта. Но я знаю, и в судный день Иса сойдет с небес. Сектантов разных сегодня больше, чем 21 тысяча названий в христианстве. У вас шииты, суниты, там все это. Вы зарядите, вот это сейчас суниты, сулафины, там эти разные. Как они объяснуются, как крещат. Дрясутся вот так вот, и их бьет там сатана. И у христиан такие же есть харизматы. Сатана везде работает. Сатана старается. У них договор со Всевышним. Да. Отсрочку у сатаны. На малое время, говорит, отпущен будет. Он сейчас связан, силы у него нет. Избавит нас от лукавого. Поэтому и сейчас работает хорошо. Как людей сводит? Так, вас как звать-то? Виктор. Виктор означает победитель. Победитель. Я вот хочу сказать. Вы два слова запомните, Игнатий Лапкин. И вы в скайпе меня найдете. Я могу вам скинуть ресурсы. А если зайдете, Игнатий Лапкин, во свете Библии, это наш YouTube канал. У меня 17800 роликов. Можно послушать, да? Да. И вот вы запомните это, на наши заходите. И вам будет интересно посмотреть, как мы беседовали с вами. Мне очень интересно побеседовать про религию и тому подобное. Я много в этой чат-рулетке с кем заговорю про религию. Никто не понимает. Они не знают ничего. Блуд. Женская вонь задушила. Да. Безобразие просто. И вы бороду-то не бреете. Усы-то зачем бреете-то? Это же искажается образ Божий. Иисус был с усами, с бородой. Все апостолы, пророки, Моисей. И ваши руководители... А вот христиане вообще говорят, зачем ты бороду... Я знаю, знаю, знаю. Это не христиане. Это так. Фишка. А я им все время говорю. Я говорю, вы в церковь заходите. Почему вы батюшке так не говорите? Они говорят, это батюшка. Молодец. Я говорю, батюшка тоже человек. Так, Виктор, я еще раз говорю. Запиши себе наш YouTube. YouTube. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Я понял. Вот, вы заходите завтра утром, посмотрите, как мы с вами беседовали. Вам будет очень интересно. Хорошо. Спасибо вам большое. Ну, давайте расстанемся. Храни вас Господь. И вас храни, Аллах. Да благословит Спаситель. Аллилуйя. И вшеллах.